МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей САРОВ-24. В студии Катерина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. История восхождения дворовой футбольной команды на всесоюзный Олимп. Черноморец выпускает книгу к юбилею победы в спортивном состязании. Угненное лето, как саровчане спасаются от жары. Целый мир на нескольких страницах. 9 августа во всем мире отмечают День книголюба. Далее расскажем обо всем подробно. Семьям с детьми-инвалидами разрешат брать льготную ипотеку на вторичное жилье. Проект постановления предполагает продление программы «Семейная ипотека» со ставкой до 6%. Кредиты смогут получать семьи, где ребенок родился до конца 2023 года. Кроме того, в программу внесут ряд изменений. В частности, семьям с детьми-инвалидами разрешат покупку вторичного жилья по семейной ипотеке. Для таких семей близость к учреждениям здравоохранения основной критерий при выборе места жительства отмечают в пояснительной записке. Кроме того, у семей с инвалидами будет шире выбор жилья, отмечает член Совета Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов Наталья Кудрявцева. 55 лет назад, в июле 1967 года, Горький принял лучшие детские команды области. Саровская команда «Черноморцы» оказалась сильнейшей на турнире и завоевала право защищать честь Горьковской области на третьих всесоюзных соревнованиях по футболу на приз клуба «Кожный мяч». По результатам соревнований «Черноморец» стал бронзовым призером СССР и чемпионом РСФСР. В честь юбилейной даты, со дня успешного выступления команды на всесоюзных соревнованиях, черноморцы выпускают книгу об истории своей команды, главных состязаниях и спорте закрытого города. Сегодня члены команды «Черноморец» на трибунах болельщиков. Они пришли сюда не посмотреть игру, а вспомнить прошлое. Практически вся их юность связана со спортом. Летом мальчишки гоняли мяч на стадионе труд, что был недалеко от дома. Зимой вставали на коньки и брали в руки клюшки. Благо, площадок для активных игр в городе было достаточно. В 1965 году детская команда «Черноморец» впервые стала чемпионом города в турнире «Кожаный мяч». Так начиналась история восхождения дворовой команды на всесоюзный «Олимп». На протяжении пяти лет мы были чемпионами города по футболу на приз клуба «Кожаный мяч». И в связи с тем, что мы были всегда лидерами, в 1964 году нас горком комсомола направил на первые игры, на первенство Горьковской области на приз клуб «Кожаный мяч». Ровно 55 лет назад, в июле 1967 года, город Горький принял лучшие детские команды области. Были среди них и черноморцы. Команда оказалась сильнейшей на турнире и завоевала право защищать честь Горьковской области на третьих всесоюзных соревнованиях по футболу на приз клуба «Кожаный мяч». По результатам соревнований черноморец стал бронзовым призером СССР и чемпионом РСФСР. Основное время 1-1. Пенальти. 4-4 и у нас удар в запасе. Пробивает Женя Семиков. К сожалению, даже мимо ворота. То есть забей, и мы в финале с Грузией играть за первое место. Повтор. 1-3 мы проиграли. Повторный пенальти. Ну, плакали все. Все плакали. Потом 3-е место. За 3-е место Киргизию мы 2-0, конечно, обыграли на хорошем стиле. Бронзов наша. Ура, ура, ура. Годы прошли, и события этих давних лет стали воспоминанием. Воспоминанием о веселых мальчишках, увлеченных азартом игры, строгом тренере, который не давал им спуска, родных и близких, которые поддерживали юных спортсменов и помогали двигаться вперед на спортивном бобрище. Все эти воспоминания черноморцы собрали в одной книге. Посвященные 55-летию со дня успешного выступления команды до всесоюзных соревнованиях. Был такой тренер Виктор Николаевич Кауркин, который очень высоко поднял спорт, футбол и хоккей в частности, в городе. Он был отличник Смоленского института физкультуры. Он готовил нашу черноморец команду как раз на всесоюзные соревнования. Вот на этом футбольном поле, в жару, в самый пекел, чтобы выносливость была, сила. Презентуют свою книгу черноморцы на дне физкультурника, который пройдет на Икаре 13 августа. 11 августа временно выключат горячую воду. Также качество воды может снизиться. С 10 часов будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, сообщает АО СТСК. Саровчан просят не оставлять краны открытыми. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Очередные изменения по ОСАГО. Через два с половиной года онлайн можно будет оформить не только полис, но и выплату компенсации. При участии Банка России Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому к 1 января 2025 года страховщики обязаны внедрить у себя сервис электронного урегулирования убытков. Потерпевшие будут направлять в страховую компанию самостоятельно сделанные фото и видеоматериалы через мобильное приложение помощника САГО. Так страховщики будут дистанционно осматривать автомобили. Возможность привычной покупки полиса в офисах, а также очного урегулирования убытков тоже останется. МЧС предупреждает, что в период с 9 по 15 августа местами по Нижегородской области ожидается высокая 4-й класс пожароопасность лесов. Будьте осторожны с открытым огнем, не разводите костры, не сжигайте сухую траву и мусор. Не бросайте из окон своих авто незатушенные сигареты. Помните, что огонь с сухой травы может легко перекинуться на жилые дома и строения, а также лесные массивы, став причиной серьезного пожара, который может нанести значительный материальный ущерб, а самое главное – привести к гибели людей. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по единым номерам со стационарного 0-1, с мобильного 101 или 112. Последний месяц лета редко когда бывает аномально жарким в центре европейской части России. Но в этом году все иначе. Август продолжает бить все новые температурные рекорды. В ближайшие дни столбик термометров в Сарове вновь будет находиться выше отметки в 30 градусов. Как от аномальной жары спасаются саровчане, расскажем далее. На улице сейчас плюс 31 градус. В тени еще можно находиться. А вот на солнце нужно быть осторожными. Есть все риски заработать тепловой удар. Однако и это не предел. На следующей неделе столбики термометра поднимутся до плюс 34 градусов. Если верить синоптикам, как спасаться в такую аномально жаркую погоду, спросим у саровчан. Как спастись в жаркую погоду? Что делаешь, чтобы пережить это ужасное время? Вентилятор и вода холодная. Еще купаться. Не боишься заболеть? Я уже заболела. Из-за холодной воды? Да. Значит, так себе метод. Да. Я сижу в синьке, я никуда не выхожу. У меня дома окна не выходят на солнечную сторону, поэтому я лежу дома под легкой простынкой. Вот. Я не знаю, что еще. На улицу лучше не идти? Да. Сидите дома, пока жара не спадет. Ну, еще лучше, конечно, покупаться, съездить сейчас. По большей жидкости петь, головные уборы носить, стандартные меры предосторожности. Ну, и постараться особенно в санцепек, не выходить на улицу все-таки. Надо закрывать окна, отражающие тепло материалом. Пенопласт с алюминиевой пленкой. Здорово помогает. Комната не перекрывается. Не знаю. Смотреть какие-нибудь лайфхаки на Ютьюбе. А вы какими-то пользуетесь? У меня кондиционер есть. Но иногда я использую холодную душу. Помогает? Не всегда, но стараюсь еще. Не знаю, отверстирую совсем по древности. Просто намачиваю, и она сохнет, и становится чуть-чуть похладнее. Поменьше выходить, наверное, на улицу, только по необходимости. Бегать. В жару? И в жару тоже. Купаться можно. А еще я ставлю ведро с водой на подоконник, с холодной водой. Чтение снижает уровень стресса на 68%, утверждают нейропсихологи. В стрессовой ситуации можно нормализовать пульс и снять напряжение, начав читать интересную книгу. Чтобы прийти в себя, потребуется около 6 минут. 9 августа – знаменательный день для людей, причастных к миру литературы. Писателей, поэтов, работников типографии и книжных магазинов. Это всемирный праздник, день книголюба. Это непередаваемое чувство. Когда берешь в руки книгу, а внутри спрятан новый, еще неизведанный мир. И постепенно, страница за страницей, мы погружаемся в него. Следим за жизнью героев, вместе с ними радуемся, сопереживаем, злимся. Порой захватывающие истории завладевают вниманием читателя целиком и полностью. Тем тяжелее возвращение к суровой реальности. Когда глаза пробегают по последним строкам произведения, и книга заканчивается. Уверена, многим читателям знакомы эти ощущения. Любители остросюжетных детективов, чувственных мелодрам, комедий и многих других жанров отмечают сегодня свой праздник – День книголюба. Пушкина перечитываю, жизнь его, Гоголя, собрание, как раньше покупали, на макулатуру. Вот сейчас это перечитываю. Гарри Поттер – очень интересная книга. Вот «Силен колец» читала. Ну и все. А ты что любишь читать? Ну, я больше люблю «Приклетенческий», это «Жулеверн», «Вас тысячи лет под водой». Конечно, в свое время я очень любила военные, но сейчас на пенсии, сейчас уже практически и не читаю. Поэтому, а это как бы первый класс пойдет, еще только начинающий, ваш клиент будущий. Скажи, пожалуйста, какие сказки больше всего любишь? Что интересно? «Колобок» и «Красная шапочка». Я предпочитаю о России, исторические, в общем-то, очень мне нравятся. В последнее время у саровчан вырос интерес к исторической литературе. Читатели старшего возраста предпочитают любовные романы, детективы, литературу о деревне. Молодежь все чаще останавливает свое внимание на фэнтезийных произведениях. Ученики летом выбирают литературу, которую задавали в школе. Несмотря на обилие интернет-изданий и аудиокниг, жители города не забывают и о библиотеках. Сегодня, пожалуйста, на любой вкус есть любые издания по любым отраслям, науки, художественная литература, ну, все, что угодно можно найти. И, к нашему счастью, в последнее время библиотека стала получать регулярно новые поступления, поэтому на сегодняшний день мы можем предложить нашим читателям интересную современную литературу. Фонд библиотечно-информационного центра насчитывает более 80 тысяч единиц хранения. Ориентироваться в таком книжном многообразии читателю помогает библиотекарь. Зачастую ему достаточно лишь схематично описать, какую литературу предпочитает человек, и на основе этой информации он подберет наиболее подходящие варианты. Однако порой читатели приносят задачки со звездочкой. Есть такой писатель, Рой Медведев, вы про него знаете. Вот ребенок может прийти в библиотеку и спросить, дайте мне, пожалуйста, книгу автора, не знаю какого, про Рой Медведей. Например. Другая девочка приходит, где, например, ребенок приходит, спрашивает про гемоглобин. Как он это спрашивает? Дайте мне про молекулу железа. Например. Да. Когда приходят спрашивать про инфузорию тумбочку, мы поправляем вежливо инфузорию туфелька, этих запросов очень много. Ко дню книголюбом БИЦ приготовили подарок для своих читателей. В соцсетях центра они смогут посмотреть видеоролик по книге о советском детстве, а Саша выйдет и Евгении Двозкиной. В Екатеринбурге состоялся седьмой отраслевой чемпионат профессионального мастерства госкорпорации «Росатом» «Атомскилз». Впервые в программе принял участие совет юниоров «Росатома», в который вошла и соровчанка Ульяна Скородумова. Девушка попробовала себя в роли ведущей прямого эфира телевизионного куба. «Атомскилз» – отраслевой чемпионат профессионального мастерства госкорпорации «Росатом». Один из крупнейших в мире корпоративных чемпионатов. Проводится мероприятие с 2016 года. В этом году чемпионат прошел седьмой раз на территории выставочного центра Екатеринбург-экспо. Впервые на площадке «Атомскилз» ввел свою работу совет юниоров «Росатома» – команда из 40 инициативных ребят-активистов из различных городов России. Совет юниоров готовил для участников и гостей чемпионата специальные площадки активности, экскурсии и квесты. Участники в первую очередь туда приехали все-таки соревноваться. Но, например, у нас ребята организовали дополнительное освещение всей программы, выкладывали посты в интернет и призывали всех регистрироваться. Таким образом, обычные жители, которые просто узнали о проведении культурного мероприятия, могли найти ссылку на сайт, загистрироваться, сдать ПЦР-тест, приехать. Наши ребята их встречали, рассказывали, что здесь есть, проводили им экскурсию. Саровчанка Ульяна Скородумова участвовала в «Атомскилз» впервые. На мероприятии девушка прокачала свои навыки журналиста, проводила прямой эфир с места событий и специального телевизионного куба. Перед чемпионатом ребята из Совета юниоров совместно разрабатывали проект своей ТВ-студии, создавали контент-план, искали гостей для съемок. На протяжении четырех дней юные ведущие на площадке Юниор ТВ рассказывали зрителям прямого эфира про чемпионат, обсуждали со спикерами актуальные проблемы молодежи, снимали клипы. Мы планировали поиграть у журналистов, а в итоге занимались этим профессионально, и было очень много ответственности на нас, потому что создать контент такой, что было интересно смотреть подросткам, чтобы он был качественным, успеть все снять, смонтировать, написать тексты, найти ведущих. Это была главная, наверное, задача меня и моей команды. Четыре дня проведения эфиров дали Ульяне большой опыт и видение того, что происходит за кадром прямых трансляций. А сотрудники РФЯДС в НИЕВ стали призерами чемпионата «Атомскилз» в компетенции «Электроника» второе место занял Максим Коржавин, в компетенции «Электромонтаж» бронза у Алексея Исаева. Сравчане получили шанс войти в состав отраслевой сборной для участия в ежегодном национальном чемпионате высокотехнологичных отраслей промышленности «Волдскилз Хайтек». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова